Мелатонин в лечении рака молочной железы Действительно ли работа ночью увеличивает риск рака молочной железы Ввиду того, что нарушается синтез мелатонина у данной группы пациенток И активен ли мелатонин под данным именно клинических рандомизированных исследований В комбинации со стандартной терапией рака молочной железы В плане улучшения эффективности результатов данного лечения Что касается эксперимента, здесь, наверное, все присутствующие прекрасно себе представляют Гораздо лучше меня, что давным-давно уже все это доказано И в частности в лаборатории Владимира Николаевича Анисимова Очень много исследований на эту тему приведено Но я бы хотел привести примеры четырех работ зарубежных Где перевивались именно ксенографты рака молочной железы бестимусным мышам Потому что там три разных биологических подтипа опухоли Первое это MCF7, то есть эстроген позитивный рак молочной железы В данном исследовании перевивался бестимусным мышам И было воздействие мелатонина Соответственно, которое приводило к статистически значимому снижению Темпов роста опухоли, размеров опухоли в конце эксперимента А также было исследовано функция фермента теломеразы Активность которой снижалась в группе больных, которые получали мелатонин В следующем исследовании оценивалась эффективность мелатонина В отношении перевиваемой опухоли ксенографта рака молочной железы трижды негативного Где также было показано, что мелатонин способствует уменьшению размеров опухоли В частности, возможно, за счет снижения индекса Ки-67, за счет того, что у нас Каким-то образом задействованы сосудистые факторы роста То есть нарушение роста сосудов в опухоли Также трижды негативный рак Здесь очень интересное исследование, мышам делали аффект КТ даже И было показано, что при воздействии мелатонина Частота метастазов в легких снижается И размеры их, как вы видите на гистологических срезах, также уменьшаются И последний слайд по поводу эксперимента Это HER2-позитивный опухоль Здесь также исследовали частоту возникновения метастазов в легких у мышей с перевиваемой опухолью Также мелатонин статистически значимо снижал количество метастазов в легких И что касается работы ночью, снижения выработки мелатонина И за счет этого возможного увеличения риска развития рака молочной железы Ну, это самый последний метаанализ, который мне удалось найти в ПАВМЕДе Там 61 работа, в основном это все исследования, случай контроль И на выходе, в нижней части форексплота, в принципе, мы можем посмотреть Я думаю, что видно всем Что действительно работа ночью, она все-таки снижает Точнее, повышает риск развития рака молочной железы За счет того, что снижается выработка мелатонина Более того, каждые 5 лет ночной работы увеличивает риск развития рака молочной железы Порядка 3,3% Хотя, если посмотреть предыдущие метаанализы Я не стал их включать, чтобы сэкономить время Не во всех метаанализах доказана статистическая значимость Того, что работа ночью, она влияет на развитие рака молочной железы В частности, в некоторых из них показано лишь то, что более 20 лет регулярной работы ночью Могут повлиять на развитие злокачественных опухолей, в частности, рака молочной железы Ну и самый главный вопрос Эффективен ли мелатонин в клинике именно при монотерапии рака молочной железы Либо в комбинации с какими-то препаратами стандартными Которые используются в рутинной практике И вот также последний метаанализ на эту тему В котором выявлена статически значимая польза мелатонина Как в достижении объективного ответа опухоли на терапию Так и в отношении общей выживаемости Однако, если детально рассмотреть все вот эти работы Которые сюда включены, их не так много, начнем с этого Во-вторых, там в основном один автор, итальянский, Лисони Очень высокие дозы мелатонина От 20 до 40 мг в день И большой минус, что только в нескольких работах Был проведен подгрупповой анализ Потому что мы говорим сегодня о раке молочной железы А во все эти исследования в основном включались пациенты с разными солидными опухолями И далеко не везде был проведен подгрупповой анализ Вот одно из этих исследований Я приведу 4, которые были доступны в открытом доступе И где был проведен подгрупповой анализ Здесь 50 пациентам терминальным, у которых были метастазы в головном мозге Из них, значит, 10 пациенток страдали раком молочной железы Они получали симптоматическое лечение, так называемый Best Supportive Care Либо в монорежиме, либо в сочетании с мелатонином Если взять всю популяцию, то здесь показано Настически значимое увеличение одногодичной выживаемости у этих пациентов Однако, если мы посмотрим на группу пациентов, страдающих раком молочной железы То там никакой разницы между группами не было Ну и в принципе группы очень маленькие Второе исследование Уже большое количество пациентов 1140, 118 пациентов раком молочной железы Они также рандомизировались в группу наилучшей поддерживающей терапии С мелатонином или без мелатонина И было выявлено увеличение количества стабилизации заболевания У пациенток, получавших мелатонин По сравнению с группой наилучшей поддерживающей терапии на 14% Это именно пациентки с раком молочной железы Если взять всех пациентов, то также было показано увеличение общей выживаемости Но что самое интересное, такие симптомы, как ахексия, астения, анорексия, депрессивные синдромы, нарушения гемопоэза Они также статистически значимо встречались ниже в группе мелатонина Еще одно исследование из этого метаанализа, но совсем маленькое 14 пациентов рак молочной железы Практически все из них прогрессировали на тамоксифене И исследователи решили, не отменяя тамоксифен, добавить мелатонин Соответственно, у 4 пациентов был достигнут частичный ответ опухоли длительностью 8 месяцев И это после того, как они уже прогрессировали ранее на одном тамоксифене И последняя работа Доза мелатонина 20 мг на ночь ежедневно Больным проводилась уже здесь именно химиотерапия цитостатиками Дексорубицин, метоксантрон, баклитоксел, что касается рака молочной железы И было выявлено, что пациенты, которые получали поклитоксел, дексорубицин совместно с мелатонином Увеличение одногодичной выживаемости и объективного ответа Вот что, наверное, самое такое, более-менее исследование годное, если так можно назвать И вот для того, чтобы в целом из него делать какие-то выводы Что касается исследований у нас, то в Министинкологии имени Петрова под руководством Тяны Юрьевны Семиглазовой Были проведены две работы В которых исследовалось как раз-таки мелатонин Исследовался как комбинаторный агент в неодевантном лечении рака молочной железы Как химиотерапии, так и эндокринотерапии Оба исследования были успешно доложены на ЭСМО в 2019 году Как постерные доклады Первое исследование Пациентки местно распространённый рак молочной железы Рандомизировались на три группы Химиотерапия, химиотерапия с мелатонином и с метформином Ну, про метформин я сейчас говорить не буду Будем акцентировать внимание на мелатонине Проводилась стандартная терапия в течение четырёх месяцев Далее операция И критерии оценки были достижение объективного ответа Качество жизни и достижение полного патоморфоза опухоли Мелатонин давался в стандартной дозировке 3 мг на ночь Группы больных были достаточно однородны Добавление мелатонина в данном исследовании Абсолютно никак не повлияло, к сожалению, на частоту объективных ответов И, естественно, на частоту полных патоморфозов, к сожалению Но мы здесь наблюдали Пациентки все анкетировались постоянно И мы наблюдали, что улучшается качество жизни А именно снижается утомляемость, улучшается сон И за счёт этого улучшается ролевое функционирование Второе исследование Эндокринотерапия теремифеном В сочетании с мелатонином или с метформином 4 месяца операция Критерии оценки здесь были немножко другими Это объективный ответ Снижение индекса КИАИ-67 на фоне лечения Ну и также качество жизни Здесь мелатонин показал свою эффективность В том плане, что в группе неодевантной гормонотерапии В сочетании с мелатонином Егективный ответ был статистически значимо больше По сравнению с группой контроля И даже с группой, где применялся метформин Однако на снижение индекса КИАИ-67 на фоне терапии Как основного маркера эффективности Именно потом безрецидивной выживаемости пациентов Это не сказалось Что касается качества жизни Оно не менялось На фоне применения мелатонина Соответственно, какие можно сделать выводы Из доклада Что, конечно, в эксперименте Мелатонин прекрасно показал себя В отношении всеразличных штаммов Рака молочной железы Однако те данные, которые мы имеем По эпидемиологическим исследованиям Они все-таки обладают достаточно низким уровнем доказательности Именно для того, чтобы внедрять мелатонин В какую-то клиническую практику Ну и самое пессимистичное, наверное То, что на данный момент Очень мало именно рандомизированных Клинических исследований Хорошо проведенных С хорошим статистическим анализом В которых было бы показано На большом количестве больных Что мелатонин Действительно улучшает Результаты лечения рака молочной железы Тем не менее Надо продолжать дальше Но это задача не, так сказать, одного ученого Да, целой команды докторов, клиницистов И, наверное, не в одном центре А это должны быть многоцентровые исследования Для того, чтобы уже Все-таки этот вопрос Более детально изучать И, возможно, по результатам данных исследований Мы сможем применять и включить Мелатонин-стандарты лечения рака молочной железы Спасибо за внимание Спасибо Спасибо Продолжение следует...